Евросоюз и Великобритания застряли на пути к разводу. Дата назначена, осталось меньше чем полгода. И все. Вместо того, чтобы решать, как делиться вместо нажитое, ведут разговоры о языке тела и о каких-то поцелуях смерти. И ведут их, между прочим, в Брюсселе на встрече на высшем уровне. Давайте посмотрим. 29 марта – конец игры. 29 марта – последний день, когда Великобритания является членом Евросоюза. Терезе Мэй приехала в Брюссель с пустыми руками. Из-за этого рабочий ужин оказался чуть ли не самым коротким в истории подобных мероприятий. По информации британской «Гардиан» Меркель, Макрон, а также премьеры Бельгии и Люксембурга, не услышав от Мэй ничего нового, отправились пить пиво. Переговоры об условиях развода в европейской семье в тупике. Глава Европарламента Антонио Таяни попытался было смягчить эту неудобную для всех ситуацию, но вышло лишь хуже. По содержанию новостей нет, но язык тела был более благоприятен, чем в прошлый раз. То есть в вопросе, который определит будущее Евросоюза, самой Великобритании, приходится довольствоваться трактовкой языка жестов? Президент Литвы заговорил о политическом бессилии британского премьера. Проблема в том, что к нам приехал человек, у которого для этих переговоров нет достаточных полномочий. Эти слова тут же подхватила британская пресса. И сегодня журналисты наблюдали, как Тереза Мэй отдельно подошла к Грибаускайте и что-то ей сказала. За любую уступку Брюсселю Мэй дома готова освежевать. За неясную позицию по продлению переходного периода после Брекзита. Когда британцы вроде как живут по-старому, но уже не имеют права голоса в Брюсселе, премьера успели назвать предателем. Раздражение вызывает чуть ли не каждое ее слово. Это нелепо. Прошло два года. Если премьер-министр не справляется, значит нам надо найти другого переговорщика. И снова недоумение в Брюсселе. А кого, собственно, представляет гражданка Тереза Мэй? Мы должны быть уверены, что соглашение, которое мы достигнем, будет поддержано британским парламентом. Больнее мозоль сложно сыскать. Как решить вопрос с возможным появлением после Брекзита реальной границы со всеми ее атрибутами между республикой Ирландии, остающейся в ЕС, и Северной Ирландией, покидающей его в составе Соединенного Королевства? Ведь снова может о себе напомнить сепаратизм. Мы хотим заверить, что не будет границы между Ирландией и Северной Ирландией. И мы внесли предложение, как этого добиться. Брюссель готов на специальные условия для Северной Ирландии. Лондон же требует их для всей страны. Иначе таможенный режим придется вводить у себя же внутри Великобритании. По сути, самим подталкивать ирландцев к отделению. Это поцелуй смерти, поцелуй Терезы Мэй и Жанна Клода Юнкира. И это намек на предложение, которое готовит Евросоюз для Мэй. А тем временем промышленники бьют тревогу. Так что с таможенным союзом? Какие правила? Если договориться о цивилизованном разводе не удастся, нарушатся производственные цепочки. Собранные в Великобритании автомобили, по некоторым оценкам, в ЕС станут дороже в среднем на 3000 евро. О переносе своих британских мощностей уже думают BMW и Airbus. Многие компании в ожидании новостей просто замораживают инвестиции. Переломить эту негативную повестку для британцев, переключить внимание, вполне могли бы очередные санкции против России. Например, за якобы хакерские атаки. Глава форин-офиса в начале недели приложил огромные усилия для создания самого механизма введения подобных санкций. Однако в итоговых документах сегодня Россия не упоминается. Все внимание журналистов приковано к Брекзиту. Терезе Мэй после возвращения домой предстоит борьба за политическое выживание. Иван Благой, Дмитрий Волков, Галина Филоненко, Первый канал, Брюссель.